Многие жилые дома Центральной Азии, как и дома на всем постсоветском пространстве, нуждаются в энергосберегающей модернизации. Профессионализация управления жилищным фондом наряду с развитием рынка малых и средних предприятий, предоставляющих свои услуги в этом секторе, являются ключом к повышению темпов и стандартов модернизации. Это все обсуждалось в ходе конференции проекта ProHouse. В ходе мероприятия говорилось, что нужно привести жилищный фонд в такое состояние, чтобы он мог обеспечить комфортное проживание населения. По словам главы делегации Европейского союза Эдуарда Сти Прайса, данный вопрос имеет политическую важность. Ведь этот фактор уменьшает возможность разных социальных вспышек. С изменением климата мы не знаем, что, как и каким образом может произойти. Но даже здесь, я думаю, узбекские коллеги, они прекрасно понимают, о чем я говорю. Думаю, на прошлой неделе, к сожалению, не совсем удачный пример того, что происходит при резком понижении температуры. Здесь, в том числе в Ташкенте, что в принципе давление газа падает до критического уровня, когда уже фактически система отопления перестает функционировать в городе. А это уже чревато катастрофическими последствиями. В конференции были представлены результаты проекта, а также каким образом страны-партнеры решали поставленные задачи, с какими проблемами, вызовами они столкнулись и как их совместно преодолели.